Первая часть у нас будет выстраивание движения и тела спортсмена при акробатистике прусска. То есть будем выстраивать позы. Итак, первое, мы должны выстраивать позицию для акробатизма. И мы расскажем, что упражнение мы используем, что упражнение более полезно для создания лучших способов для достижения наших ценностей. Слышите, пожалуйста. Первая поза – это поза прямой линии. Итак, первая позиция – абсолютно прямой линии. Посты и ноги. Иногда мы называем «ханстан» позицию. Чтобы тело было натянуто равномерно по всем группам мышцов. Я обычно проверяю другим вот таким способом. Поднимаю, а ты старайся удержать прямое тело. Вот. Как пружиночка. Да. Так вот. Коуч тестил гимнастик. Если гимнастик имеет сильный, крепкий тело и способен контролировать эту позицию. Он просто поднимает его руки. И он должен показать никаких изменений в его позиции. И когда у нас тело уже добились такого пружиночного положения, мы с этим телом начинаем его добавлять движения, развивать. Я делю на две части тела. Вот так, верхняя, одна часть, нижняя часть, верхняя часть, нижняя часть. Окей. Когда мы достигнем нашего первого церкви, мы должны работать на верхней части тела. Таким образом, мы должны использовать эту часть тела для следующего экзерсиса. Те упражнения, которые мы сейчас будем выполнять, можно выполнять в разминке ежедневно и этим пользоваться. Как рекомендация, потому что это требуется время. Таким образом, этот экзерсис будет очень полезен, если вы поставите в вашем уровне. Прежде чем тренировка, это будет полезно, чтобы сохранить время. И начинаем. Можно подсчетом не быстро, но с максимальным напряжением. Проги в грудной клетке. Положили и закрывание грудной клетки. Вот такое положение тела. И, соответственно, повторяем до 10 раз. Таким образом, тренировка должен выбрать количество репетиций. Таким образом, вы не должны быть очень быстрее. Вы должны быть очень аккуратным. Нужно быть в правильной позиции. В форме дерева. В ряду. В ряду. В ряду. В ряду. В ряду. Чем плавнее переход от одного движения в другое, тем лучше. Таким образом, когда гимнастический тренировок из одной позиции в другую позицию, это лучшая перформация. Таким образом, дальше прорабатываем другую часть, нижнюю часть. Поднимаем ноги. И поднимаем поясницу. Таким образом, вы должны использовать второй поверхности тела. Из левых на ноги. Вы делаете очень простой экссерсистем. Лепетитесь на низкий бак. И поднимаете левых бак. Выберите баком. И делаете минимум 10 раз. Репетически. Таким образом, повторяем на спине. Так что очень похожее, только используя разные позиции в начале. Ставим прямую линию. Это я просто как для проверки показываю. Опять же, не прогибаемся. Старайтесь удержаться. Так что coach может принимать очень похожие тесты. Лифтим гимнастом и гимнастом остатки. И прорабатываем также грудной отдел. Закрывание. И разгибание. Мы делаем workout на честном отделе. Чест вверх. Чест вверх. Чест вверх. Чест вверх. Чест вверх. Это ризма, да? Когда делаем открывание, прогибание, не затылком упираемся, а кистями давим. В этой позиции, когда требуется максимум чест вверх, вы не позволяете использовать голову, вы позволяете использовать пальцы. Пошли руки на плаву, а не голову. И, соответственно, нижнюю часть также. Ноги поднимаем, таз поднимаем. Это все лежит. Грудь лежит, только таз. Так что, облаженный тело полностью поднимает плаву, только используя немного ноги. В чест вверх. Хипы вверх. И немного арх. Да? Небольшое замечание очень часто бывает при этом упражнении, когда поднимаем ноги, некоторые начинают сгибаться в тазу. Здесь у нас сгиб не в тазобедренном суставе, а именно в пояснице. То есть с напряженными ягодицами. Очень-очень важное замечание. Когда гимнасты управляют ноги, это очень обычный ошибок. Гребные углы используются. Так что это очень плохое. Вы позволяете использовать максимум небольшой фрикцией на левой ноге, а не на ногах. На цель этой разминки, этих упражнений, убрать все возможные углы, которые у нас в теле могут быть. Плечевых суставов, тазобедренных, коленях. То есть все привести максимально в круглое, округленное положение. Так что для этих упражнений это сделать все натуральные углы вашего тела, в том числе и ноги. Так что вы должны быть в одной позиции в другую позицию, в другую позицию. Визуализировать смутную форму. По аналогии, проводим на левом боку, точно так же боковой, в другую сторону. Очень простой принцип, только на стороне позиции. И соответственно ноги так же, ноги, таз... И соответственно другом боку. Мы сразу, наверно, покажем, чтобы это было... So just for quick examples, you have to use both sides, equally. Ну и ноги, понятно. Я думаю, здесь и все. Так, следующее, что мы делаем, когда мы проработали все вот эти движения по отдельности, попытаемся их скомбинировать все вместе. И я называю это упражнение волной. Слав, сделай вот эту волну, червячки как-то. Давай я сначала исполню, потом вы покажете, да? Переведу. Okay. So after when you've done this exercise, you're happy, very successful. Next, next target, to put these all exercises in one go. So this exercise will be called wave. You will be seeing the body doing like wave exercise. Yeah? Sure, можно. Давай сам. Чем плавнее вот эта волна, тем лучше. So you can see the body reminds you of some animals here and you know what it's called. That's amazing, yeah? So you make it travel forwards, then you make it travel backwards. That reminds me of breakdance a bit. I don't know. You know, another very important this exercise, not only about building good body shape for your nice gymnastics, it prevents injury because you're using very small muscles. sometimes you have no attention for this group of muscles. This exercise will help you to protect your, the body portion for the big impact when you require it for gymnastics. Same exercise only in different position. You know, this principle is quite hard. Sometimes you see the gymnast dropping back quite tough, but you have to be very gentle to move from one side to another side. Wave has to be existing. Yeah. And you now can imagine, maybe with a show, yeah, side, because side was quite difficult because, you know, yeah, I just ask him to do a show side, just for example. Yeah, that's quite difficult. When recommendation, we will do this practice. Imagine some spider going in front of you. You have to, all the parts of your body have to be avoid touching the spider. And why is this spider going to be on your body without touching you, without contact? Okay? So, this exercise looks very small, but not very easy. Very useful for the tomb links, including the snap down, donkey kick with skull, curbed, if you know, some people call it curbed, or if you're doing flick, or if you're doing tempo, tempo salto, because this kind of muscle always involved with this. and then we'll do it. And then we'll do it. 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 Next posture, we will help the gymnast to create body ready to finish in good, like round-off position, in good shape, with maximum chest in. And we'll do it. If you're doing a round-off position, then you'll do it. And the head's lower. So the back must be filled round shape, with the full extension with your arms. That's quite important. And body must stay as long as possible with the big dish in your shape. Бравый бок, правый бок, правый бок. Тем самым мы укрепляем мышцы корсета нашего, вот эту вот серединку тела, которая подвержена более всего перегрузкам и, соответственно, убираем травмоопасность. Так что, я имею в виду, регулярно этот экзерсизм помогает вам сделать сильнее среднюю часть тела, потому что это практически из-за много репетиций, связанных с сымасадом, очень часто джимнасты спрашивают, что эта часть тела, бокс, болт, болт. Так что, чтобы избежать травмоопасность, это еще одна причина. Правый бок, покачали живот. Вы знаете, ребята, чтобы быть honest, я уверен, что каждый делает этот экзерсизм, но когда я смотрю на пример, я думаю, что если у вашего тела больше внимания, то на качестве этого экзерсизма делает вам лучше, потому что этот экзерсизм может быть лучше. И, соответственно, в другом форме, нет правильной формы, и результаты будут появляться немного позже. Если вы получите внимание, то, может, в несколько месяцев, вы изменяете вашу форму в каждом месте. Хорошо, он будет задать вам одну вопрос. Чтобы мы все вместе размышляем над этим. По поводу следующего, мы сейчас будем работать с курбетами. И вот у меня вопрос такой, какая поза будет, Слав, встаньте, покажи. Давай я переведу. Да, да, да. Хорошо, я буду транслятором. Я думаю, что он просит вас, чтобы начать думать вместе. Он будет дать вам опцию в позиции, и вы должны готовы ответить на ответ, на least для себя. Какая лучшая позиция для сома-экзерсизма? Итак, первый пример. Например, на курбете у нас изначально будет положение, откуда мы начинаем курбет. То есть лодочка открытая, в конце мы заканчиваем курбет закрытой лодочкой. Вот хотел бы узнать такой промежуточный вариант между открытой лодочкой и закрытой. То есть какое положение тела? Так, что вопрос, если вы видели начальную позицию, хан-стан, крышка открытой, ряда немного открытой, и в конце позиции вы перешли в хан-стан, и вы видите в виде формы, в видеPRD. Ряда в ряда, ряда в ряда, в ряда в ряду, и в виде Growing. Так! Какая квадратная позиция, что вы думаете? Чтобы получать сюда, чтобы получать вот так? Что квадратная позиция, что формы будет какой-то? Никто не задумывается? Окей. Скажи мне? Ты думаешь? В прямой позиции. Ну вот отсюда он переходит через прямое и в это закроет. Окей. Распространенное мнение распространенное. Это очень обычная мнение. Но сейчас я хочу показать немного другой вариант. Но сейчас он предлагает вам другую вариацию. Не точно ханстам. Да? Окей. Интересно. Он сделает фотографию на поверхности. Извините, что вы делаете немного. Это финальная позиция. Дыш – финальная позиция. Арч – начальная позиция. Да. Если мы будем плавно переходить из одной позиции в другую, то серединка у нас получится вот такая. Не прямая, а S. С-образная позиция. Интересная ответа к вашим вопросам. Если вы видите трансмиссию с одной стороны к другой, то если вы просто остановитесь в центре, то вы не увидите правильную позицию. Вы увидите маленькую позицию. Окей? Это интересно. Спасибо. Ну, лучше это делать, допустим, на коне, на грибке. Это лучше делать этот спортсмен, чтобы использовать низкую позицию или мушку. Ну, штучек пять семь. Делай таких быстреньких. Раз, 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 улодочка. В конце закрывайся, округляй спинку. Округлили, округлили. Во, 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 во. Да. Как пружиночка. Так, и его тело как спринг. Как пружиночка. Кому легко можно пропускать резиновый жгут между стопами и... Если это успех для кого-то, это просто легко. Вы можете использовать эластик. Подключить руки. Подключить эластик на спринг-бот. Подключить ноги. И сделать немного сложнее. Резист для вашей активности. И здесь тоже. Из одной лодочки в другую волна. Как пружиночка. Самый принцип на лайн-он-бак.